Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря снова отчет по инфляции в США, но будем анализировать другой компонент – индекс PPI, это индекс промышленной инфляции, либо по-другому индекс цен производителей. Важный показатель, традиционно он провоцирует повышенную волатильность доллара. И если среди вас, собственно, есть такие же убежденные трейдеры и инвесторы, что в американской экономике все еще сохраняются предпосылки для усиления инфляционного давления, то к этому сегодняшнему релизу, который выйдет в 12.30 по GMT, вы должны быть готовыми и подойти, возможно, с определенного рода избыточными ожиданиями. Это не всегда плохо относительно того, что эта статистика может превзойти ожидания общего консенсуса рынка, показатель прошлого периода и вернуть на рынок спекуляции на тему того, что американский регулятор не будет торопиться с смягчением американской монетарной политики. Также в 12.30 по GMT выйдет еще и традиционный для четверга релиз по рынку труда США, первичные заявки на пособие по безработице. Но при всем уважении к этому релизу, скорее всего, влияние на доллар и рынок в целом, на рыночное настроение окажет отчет по индексу цен производителей. Индекс доллара, друзья, сейчас 104.77. Low вчерашнего дня был 104.22. Соответственно, доллар восстановился с локальных минимумов и сегодня, если осудить о предстоящих торгах по тому, как проходит азиатская сессия, доллар продолжает выкупаться. И, скорее всего, мы очень быстро вернемся к прежнему локальному максимуму на отметке 105 пунктов. Вчера в центре внимания трейдеров были данные по инфляции. По факту, индекс потребительских цен оказался ниже, чем ожидали эксперты. 3,3% снижения с 3,4%. Базовый индекс потребительских цен скорректировался с 3,6% до 3,4%. И если логичным образом сейчас посмотреть на то, как изменилось рыночное позиционирование касательно ожидания по изменению ключевой процентной ставки, нам помогает делать этот инструмент FedWatch Tool, то вероятность снижения ставки в сентябре, на которую мы ориентируемся, наверное, как и все адекватные трейдеры, составляет сейчас 56,7%. Если вы помните, точно такой же показатель был до выхода данных в прошлую пятницу по Non-Farm Perils. И, по сути, мы получили сильный отчет по Non-Farm Perils, который заставил участников рынка усомниться в том, что снижение ставки в сентябре будет. Сейчас данные по инфляции, которые порадовали продавцу доллара, и мы откатились ровно к тем значениям, которые были до Non-Farm Perils. То есть, по сути, данные по Non-Farm Perils были нейтрализованы вчерашней статистикой по инфляции. Но не все так просто, друзья. У нас был еще один козырь вчера в рукаве. Это заседание ФРС. Точная диаграмма американского регулятора по тому, как должна меняться процентная ставка. И выступление Джерома Паула на пресс-конференции. Так вот, ставку, разумеется, оставили на прежнем уровне 5,5%. Но точная диаграмма показывает то, что до конца этого года большинство политиков, которые будут ответственны за решение по ключевой процентной ставке, 11 из 19 поддерживают идею того, либо считают, прогнозируют, что до конца этого года ставка будет снижена всего лишь один раз на 25 базисных пунктов. Для сравнения, в прошлый раз, прошлый прогноз по данной точной диаграмме предполагал, что ставка будет снижена трижды. Сейчас радикальные изменения. По поводу прогноза того, что будет с инфляцией. Исходя из обновленной сводки, опять же, справедливых заявлений, следует то, что инфляция, по мнению политиков, будет на отметке 2,6%, против прошлого прогноза 2,4%. Базовая инфляция подрастет с 2,6%, прежняя оценка, до 2,8%. И, на мой взгляд, это явно доказывает то, что ФРС все же сохраняет статус-кво. Если вам нужно дополнительное доказательство, это, пожалуйста, выступление Паула на пресс-конференции, где он довольно четко, ясно и однозначно, кому интересно, можете найти тезис его выступления, и убедитесь, что это действительно так. Дал понять то, что американский регулятор пока не рассматривает возможность более раннего смягчения экономической политики. У Федрезерва, даже несмотря на последний отчет по индексу потребительских цен, все еще нет уверенности в том, что это снижение носит устойчивый характер. ФРС не знает, что будет делать до конца этого года. Плюс ко всему, все зависит, как и всегда, от макроэкономических отчетов. И Паул не рекомендовал бы спекулировать на идеи какого-то многократного снижения процентной ставки в этом году. Я думаю, что, в принципе, эта риторика повторяет то, что мы уже слышали от Паула ранее. То, что ФРС будет смотреть, наблюдать за происходящим со стороны, пока не будет вмешиваться. Потому что, по мнению американского регулятора, преждевременное снижение процентной ставки может привести к куда более негативным последствиям, в том числе и для американской экономики. В общем, друзья, в сухом остатке мы, по сути, вернулись к показателю вероятности снижения ставки в 56%. Согласитесь, это не так уж и много. И картина может измениться в случае выхода еще одного сильного отчета, который создат предпосылки для усиления инфляции. И сегодня как раз эти предпосылки могут появиться после выхода данных по индексу PPI, индексу расходов на личное потребление. И я в этой связи продолжаю держать длинные позиции и ждать индекс доллара выше 105 пунктов. По золоту такая же картина. 2314 долларов за тройскую унсу. Я верю в восстановление американского доллара, поскольку ФРС не дал нам сигнал того, что нужно готовиться к смягчению экономической политики. И верю в то, что следом за долларом пойдут верхние доходности американских облигаций. Евро против доллара 1.08. Политическая тема, я уверен, не будет отпускать. Главный валютный риск. Мы готовимся к выборам досрочным во Франции, в Бельгии, в Германии. Шоль все-таки их не согласовал, но я думаю, что это неправильная позиция. Не хочет, видимо, терять власть. Но это уже вызвало недовольство среди избирателей. Кто знает, каким масштабом в плане социальных протестов это может впоследствии привести. Эта тема будет сохранять риск для настроений. Соответственно, европейская валюта, которая является эталоном риска на валютном рынке, среди прочих валютных инструментов, на мой взгляд, останется под ударом. Британская валюта 1.2780. Куча фундаментальных релизов, которые мы разбирали на этой неделе. Данные по рынку труда, рост уровня безработицы, значительное снижение заинтости. Слабые показатели по экономическому росту. В апреле показатель ВВП нулевая динамика, то есть фактические стагнации экономики. Что логично, учитывая снижение промпроизводства на 0,4% в годовом выражении, очень сильно контрастирует этот показатель с тем, что мы видели буквально 2 месяца назад, когда рост составил 0,5%. Не верю я в рост британской валюты и, соответственно, рекомендую рассматривать шартовые сделки с целью ниже уровня 1.26. Американский фондовый рынок продолжает радовать покупателей. СНП 500 5 тысяч 440 пунктов. Наша цель, друзья, 5 тысяч 500 пунктов вот там можно уже будет фиксироваться. Очень скоро до нее доберемся. Доллар канадец тоже без изменений. Смотрю все так же вверх, с целевыми отметками выше уровня 1.38. Доллар иена 157 иен за доллар. Ждем завтра заседание Банка Японии. И как я уже много раз говорил на этой неделе, нам нужен анонс и фактическое решение японского регулятора по изменению объема программы количественного смягчения. Потому что только это в текущих условиях может оказать солидную поддержку иене и поспособствовать реализации планов Банка Японии по созданию условий, при которых курс национальной валюты больше не будет девальвироваться. И рынок нефти 82.30. Текущие котировки. Я за шартовые сделки. Два дополнительных фактора в пользу дальнейшего снижения. Во-первых, это рост запасов нефти. США от администрации инотической информации. Они выросли на 3,7 миллиона баррелей против прогноза снижения на 1,5 миллиона. И Международное этическое агентство понизило прогноз спроса на нефть в этом году на 100 тысяч до 960 тысяч баррелей в сутки. Новостной фон становится все более негативным. Главное, чтобы теперь продавцы нашли достаточные силы, чтобы придавить котировки и отправить их снова ниже 80 долларов за баррель. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok